Итак, друзья, очень короткий обзор на черное наливное покрытие для ванны, шумгит акрил, поскольку я достаточно мало подснял в формате ютуба, в горизонтальном формате. Поверхность этой ванны была в очень плохом состоянии, было очень много ржавчины, ванна была невероятно шероховатая, и сейчас я снимаю уже подготовленный этап, подшлифованный и обезжиренный. Процесс шлифовки подразумевает снятие в среднем 1 мм керамической эмали ванны, и после этого оказывается большое количество пористых мест, поэтому перед нанесением материала обязательно смотрите поверхность ванны, потому что, скорее всего, нужно будет производить грунтование. А если быть точным, грунтовочный слой, то есть это тот же самый материал, которым наносится основная заливка, то есть основной слой, основная толщина, можно так сказать. Только грунтовочный слой, он размазывается с помощью резинового шпателя по всей поверхности ванны, по всем направлениям, то есть сверху вниз, снизу вверх, соответственно, слева направо, справа налево и так далее, круговыми движениями, чтобы не осталось воздушных пустот, чтобы все пористые места и поверхности ванны были заполнены материалом, чтобы не получилось так, что вы нанесли покрытие, а через час после того, как вы ушли, начал выходить воздух, из пористых мест появились такие неприятные точки, в которых потом со временем будет скапливаться грязь. Время жизни материала достаточно долгое, поэтому торопиться не стоит, можно спокойненько грунтовать, в среднем где-то занимает, ну, наверное, минут 20, не больше. К тому же комплект шумгит-акрила, он всегда идет на ванну максимального размера, метр семьдесят даже с запасом, а здесь ванна метр пятьдесят, то есть материал с большим запасом. После грунтовочного слоя, без каких-либо пауз, сразу же нужно начинать нанесение основного слоя. К сожалению, в момент нанесения вы видите, как летит большое количество пыли, дедушка, который позвал меня покрывать ванну, разбирал старый шкаф, и летело большое количество пыли, я, конечно же, его предупредил, что это может повлиять на результат, но с дедушкой, как говорится, не поспоришь. Все-таки черный материал, шумгит-акрил, он немножечко своей консистенцией отличается от стандартного белого, и поэтому в момент нанесения, когда уже весь материал вылет на ванну, кажется, что его не хватит, потому что он еще не дотек до дна, но в банке его уже нет, но это обманчивая ситуация, поскольку он еще будет течь очень-очень долго, время жизни этого материала намного больше, чем у белого аналога, и по этой причине достаточно часто на дне мастера оставляют невероятно большой слой, то есть не сгоняют его, не помогает материалу стекать, и по этой же причине на дне образуется большое количество пузыриков, которые еще в течение нескольких часов выходят из этой толщины материала, поэтому важнейшее правило качественного проведения работ с шумгит-акрилом – это отрегулировать необходимую толщину на дне. Оптимальная толщина максимум 1 см, хотя это предельная толщина, если на дне есть какие-то дефекты и неровности. Я считаю, что полсантиметра или максимум 7-8 мм – это предел. Чтобы убрать пену с поверхности дна, которая образовалась при выравнивании материала шпателем, пузыри сами по себе не лопнут, это не белый материал, здесь так не получится. Необходимо использовать специальный корректор, который идет в комплекте с материалом. Я не знаю, с чего он состоит, но судя по запаху, это какой-то растворитель, растворитель или, может быть, какой-то разбавитель. В общем, суть такая, что он, соответственно, лопает все пузырики, пену образовавшуюся, и чуть-чуть разжижает материал, что способствует быстрейшему выравниванию дна, и, соответственно, лишний материал быстрее стечет, и дно получится именно такое, как надо. И напомню, что черное покрытие требует более тщательного ухода, поскольку после испарения воды с поверхности будут оставаться белые известковые разводы. Чтобы этого избежать, достаточно протирать после использования поверхность ванны специальной тряпочкой, называется искусственная замша, используется в автомобильных мойках.